В Москве есть три чуда. Царь-колокол, царь-пушка и царь-бас Фёдор Шаляпин. Мы посетим театры, в которых он выступал, и заглянем в его дом-музей, сохранивший уникальную атмосферу эпохи. Москва стала для Фёдора Шаляпина городом, который признал его талант и открыл двери в мир высокого искусства. Когда он познакомился с Саввом Ивановичем Мамонтовым, подписал новый контракт с русской частной оперой, вся жизнь его просто действительно поменялась. Именно Мамонтов с его любовью к искусству дал Шаляпину ту свободу для творческого самовыражения, о которой он мечтал. В частной опере Мамонтова Шаляпин встретил свою судьбу – итальянскую танцовщицу Иолу Тарнай. Сейчас очень модно со сцены, с больших стадионов признаваться в любви. Но я знаю, что Фёдор Иванович был одним из первых, кто сделал это публично. Была такая история? Да, действительно. На генеральной репетиции Евгения Онегина Шаляпин исполнял арию Гремина. И вдруг он спел «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги». И он сначала подумал, что это какое-то слово, которое он еще не выучил по-русски. И да, оказалось, что Шаляпин признался ей в любви таким хитрым способом. Выходец из крестьянской семьи Шаляпин сумел покорить весь мир и вписать свое имя золотыми буквами в историю мировой культуры. Фёдор Иванович преклонялся перед талантом Рахманинова. Он отличный артист, великолепный музыкант и ученик Чайковского. Он познакомил меня с элементарными правилами музыки и даже немного с гармонией. Конечно, они были друзья, они были близкие друзья. Опера «Олега», который Рахманин записал, как выпускник в Московской консерватории, первый исполнитель был на сцене Большого театра Фёдор Иванович Шаляпин. А вообще-то было на него написано. Главной мечтой артиста была работа в Большом театре. Мечта сбылась. И первое же выступление на сцене Большого театра 24 сентября в роли Мефистофеля Фаусте Гуно было триумфальным. Фигура Шаляпина уникальна. Для своего времени он стал символом успеха и мирового признания. Его смело можно назвать человеком бренда. Витрины и прилавки украшали шаляпинские конфеты, папиросы, шоколад, гребенки, одеколоны. А на выставке российского общества «Конороводство» в качестве экспоната была выставлена даже канарейка «Шаляпин». Сегодня мы с вами совершили прогулки по избранным шаляпинским местам. И, конечно, таких мест в нашей столице гораздо больше, чем вмещает одна программа. Заходите на сайт музыкальнепутешествия.рф и выбирайте на интерактивной карте маршруты для путешествий по местам музыкальной силы и славы нашей красавицы Москвы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин